Но как не сильна была моя любовь ко Христу, постоянной почвы она под собой все же не имела, и в моем сердце такие волны любви к Спасителю были также не постоянны, а лишь кратковременны. И скоро они улетучивались из моего сердца, и я каждый раз чувствовал себя существом снова несчастным и снова одиноким. В эту пору я очень часто по целым ночам горячо молился моему сладчайшему Иисусу, чтобы Он помог мне вернуться на путь любви к Нему, творческой любви, любви, преобразующей все мое существо, всю мою душу. Я глубоко был убежден, что любовь ко Христу есть начало нового духовного перерождения, преобразования, пересоздания естественного человека Сына Божия. Эту единственную мировую, ни для кого недостижимую и неведомую тайну перерождения и пересоздания всего человека знает и творит только один Христос через самоотрещенную любовь к Нему человеческого сердца. Мне много раз приходилось серьезно думать над этой тайной Спасителя. Эта самая величайшая тайна из всех мировых тайн принадлежит исключительно одному Назарецкому Христу. В самом деле, человек с его годами, сложившимся характером, с его укладом мыслей, чувств, с его определенными хронически закоренелыми наклонностями в ту или иную сторону жизни, Вдруг, незаметно для него самого, становится совершенно новым человеком, и один только внешний вид его остается прежним. Остальное же все в нем другое, все новое. Он абсолютно изменяется в своей жизни. Его мысли совершенно становятся другими. Все чувства его уже не те, что были раньше. Иначе он говорит, иначе поступает, и иначе живет. И даже характер точно другой, не прежний. И сердце другое. Другая и воля, и самые мозги даже как будто стали не в нем другими. Все в нем другое. Другим существом делается человек. И делается единственно по воле Спасителя. Существом нового типа людей. Эти нового типа люди, чудесно вновь перерожденные люди, это уже не простые смертные. Нет. Они уже по самому существу своему, сыны и дочери Отца своего Небесного. Они еще до всеобщего воскресения мертвых перешли в духовное состояние бессмертной жизни Духа Христова, как совершеннейшие свободы от всякой смерти. Размышляя так, я перешел к заключению, что и весь прогресс, и вся эволюция человечества, возможно лишь постольку, поскольку человечество через свою собственную любовь ко Христу будет проходить исключительно только через духовную живую мастерскую Назарецкого Христа. Ту мастерскую, в которой он сам, в качестве рабочего и единственного в мире совершеннейшего скульптора, создает и лепит новых духовных людей, а через них преобразовывает и всю Вселенную. «О, живая христианская любовь! Ты одна только властна подчинять людей Христу и добровольно творить из них самых типичных христиан, как точную живую копию самого Христа! И как бы я хотел любить своего Господа, чтобы моя любовь к Нему творчески пересоздала меня, грешника, и переродила бы все мое существо в образ создавшего и искупившего меня Иисуса Христа! Кроме одной любви ко Христу, я ничего себе другого не желал и не желаю. Вся моя молитва была в то время нестерпимой жаждой любить Господа. Но моя молитва и все мои сердечные вопли ко Христу были напрасны. Христос меня не слышал. Сознаюсь, в этом была моя вина. Она заключалась в том, что я Христа только хотел любить, а мир и все, что в мире, я уже любил. Христос был для меня дорог, но мир и все, что в мире, еще дороже. Христос был для меня необходим, а Сам я для Себя еще необходимее. Вот почему Он внимал моей к Нему молитве. Двум же господам в одно время служить невозможно. Поэтому моя молитва ко Христу была чистая ложь и гнусная лицемерие. Кроме этого, я осознавал, что при всем этом моем желании быть со Христом, жить и находиться в Нем я больше не мог. Не мог, потому что мои настоящие отношения ко Христу уже не были прежними чистыми христианскими отношениями. Они в некотором роде были смешаны с пантеистическими оттенками, по крайней мере в моих мыслях. Мой пантеизм заключался в то время в распылении Назарецкого Христа на Космического, а это есть особого рода современный христианский пантеизм. После годичного моего пребывания на Иргене, епископ Мефодий вызвал меня из этого миссионерского стана и командировал опять по-прежнему с крестным ходом. Несколько лет я ходил раньше в Бийском округе с крестным ходом, в Томской губернии, а теперь был назначен ходить по Забакальской области в качестве псаломщика и проповедника. Тут я впервые познакомился и подружился с преступным миром Нерчинской каторги. Три года подряд ходил я с крестным ходом, наконец, я принял монашество, облегся в сан Еремонаха и опять, как главное лицо при крестном ходе, продолжал ходить с тем же самым крестным ходом. О, этот крестный ход! Я его никогда не забуду. Он был страшной пыткой души моей. Этого мало. Он был для меня сплошным страданием Христа моего и ревностным служением сатанизму. Если я почему-либо в это время не погиб и остался жив, то только думаю по молитвам моих милых узников, каторжан, близких моему сердцу, этих меньших братьев Христовых, да некоторых святых бродяг, которых я знал в Сибири. Все время моего крестного хода было временем адской трагедии души моей и еще какой трагедии. Это был страшный процесс моего практического сознательного отречения от Бога Отца и Его Единородного Сына и Святого Утешителя Духа. Этот процесс отречения от христианского Бога в моей жизни продолжался ровно 23 года. Страшно даже подумать, как я жил и что делал на протяжении всех этих лет в моей греховной жизни. Самое страшное и самое ужасное из всех моих за то время преступлений это мое сознательное кощунство и наглое издевательство над самим Христом и Его Божественной религией. Это кощунство, это издевательство над Христом имели характер не только теоретический, но и чисто практический. В этом и заключался весь трагизм моей 23-летней религиозной жизни. До 22 лет я свободно и добровольно служил Христу и служил Ему самостоятельно, самоотреченно. С 22 лет своей жизни я начал быстро изменяться. С этого времени я настолько стал изменяться во всех своих отношениях ко Христу, что с того времени я все настойчивее и настойчивее требовал от Христа, чтобы Он отныне подчинялся лично мне и в качестве беспрекословного раба во всем исполнял бы мою собственную волю. В это время вся моя жизнь превратилась в дерзкий вызов Богу. Да будет не Твоя во мне воля, а моя в Тебе. Отныне не Ты мой Бог, а Я Твой Бог. Я хочу владствовать над Тобой, и Ты обязан быть всегда к моим услугам. Я хочу, чтобы Ты во всем обслуживал меня, и как всемогущий Ты должен доставлять мне все, что бы я не пожелал от Тебя, и чего бы я у Тебя не потребовал. Для того Ты и Бог мой, чтобы служить мне и удовлетворять все мои капризы. Подобного богохульства я не выражал устами, оно и не воплощалось у меня в звуковое слово, но сама та жизнь моя была вся этим ужасным богохульством пропитана и пронизана насквозь. Такое богохульство есть грех больше всего служителей алтаря Христова. В самом деле, разве я посредством своих проповедей и молебнов, совершаемых при крестном ходе, не низводил самого Христа на позорную унизительную степень продажного раба и лишенного всех прав в состоянии жалкого служки? Разве я, находясь при крестном ходе и произнося народу проповеди и служа молебны, не обращал всего этого в средства для корыстной цели денежного сбора? Разве я, как служитель алтаря Христова и как вершитель тайн Христовых, совершая за денежную плату все церковные требы и таинства, не подчинял этим его волю своей личной воле? И через эту денежную плату за церковные требы не возвышался ли над Христом на ту степень дьявольской высоты, с которой я смотрел на Христа, как на свою дорогую добычу и как на христианский живой товар, который можно и должно всегда продавать и всегда из-за него материально обогащаться? В самом деле, можно ли представить себе без ужаса подобное конщунство, циничное, издевательское, богохульственное конщунство над самим Христом и его божественной религией? И вот, разве я, как священнослужитель и вершитель тайн Христовых, каждую свою церковную молитву, каждую произнесенную мною ектинию, каждый припев Святой Троицы, Божией Матери, святым не втискивал в золотую оправу и не продавал в своей доверчивой пастве? Ведь это настоящая торговля Христом. И вот, когда мне приходилось совершать таинства, отправлять требы, служить молебны, панихиды и прочее, и я видел, что мне платят щедро, и что я за это получаю много денег, тогда на душе у меня появлялась иудова радость. Лицо мое выражало иезуитское добродушие, и рот мой кривил с собой до приторности слащавую улыбку, и слова мои были мягки и змеи навкратчивы. Когда же мне за мои церковные требы платили скудно, тогда сердце мое наполнялось злобою, свирепым раздражением, и я в это время самым бессовестным образом небрежно кое-как комкал всю церковную службу, лишь бы как можно скорее ее закончить. То же самое и относительно моих проповедей. Я преследовал ими две цели. Первая была та, чтобы как можно сильнее расположить людей к служебным молебнов и щедрому подаянию для крестного хода. Вторая цель, как можно больше от людей стяжать себе славу и похвал, и я радовался, когда меня толпа хвалила и поражалась силой моих проповедей. Совесть же моя в таких случаях очень часто мучила меня и преследовала. Особенно в ночное время она поднималась во мне во весь свой гигантский рост и укор за укором беспощадно вонзала мне их сердце. Она говорила мне, «Богопродавец ты, христианский иуда, церковный комедиант, что ты делаешь со Христом? Зачем ты торгуешь спасителем? Где твоя вера и твоя любовь ко Христу? Подлый ты лицемер и отвъявленный изменник его. Мало тебе оскорблять Христа своей языческой жизнью. Ты его еще оскорбляешь тем, что всегда, как священнослужитель, торгуешь им и продаешь его людям. Улучши бы ты уже не верил во Христа, не считал бы его своим Богом, чем так дерзко и бесчеловечно с ним поступать. Так моя совесть всегда укоряла меня. Временами мне становилось от нее страшно, даже больше, чем страшно, и я всячески старался всевозможными доводами бытовой церковной традиции заглушить ее в себе. Так из года в год ходил я с крестным ходом и каждый раз чувствовал при этом, что я все дальше и дальше ухожу от Христа и все глубже и глубже опускаясь на самое дно величайшего зла. Наконец, я опустился. И куда опустился? Опустился до самого страшного места, до той сатанинской адской глубины, где тянутся такие страшные тропинки, которые ступивших на них уже ведут к безразвратной погибели. «Это то самое зло, куда я опустился», Христос и называет хулою на Святого Духа. Зло это состоит по своей сущности в сознательном упорстве против самоотреченной и самоотверженной любви лично ко Христу и свободного любовного исполнения его евангельского учения и в частности именно на горной проповеди Христа. Спустившись на самое дно этого величайшего страшного зла, я и там сознавал и был твердо в этом убежден, что торговать Христом и его святейшей христианской религии есть величайший грех, есть самое сознательное трещение от Христа, есть самое дерзкое издевательство и обезличение Господа. Все это я хорошо осознавал. Сознавал я еще и то, что и обирать крестьян, рабочих, мирских людей за то ли, что они христиане, за то ли, что они пригласили меня помолиться христианскому Богу, за то ли, что они выявляют из себя религиозные чувства, за то ли, что они как овцы Христовы блеют и кричат своему пастырю Христу, за то ли, что они молитвенно выражают свои сыновные чувства к Отцу своему небесному, есть тоже грех и не только грех, а в обыкновенном смысле слова прямо святотатство и даже какое-то высшее посягательство на религиозность человека. Это больше, чем какое бы то ни было преступление, это есть служение антихристу, это практическое служение сатанизму. Все это я твердо знал и хорошо понимал, но несмотря на это, я как служитель алтаря Христова упорно делал свое дьявольское дело. Я служил молебны, служил панихиды, служил литургии, совершал таинства и за все это брал подать, брал денежный оброк с бедного и обнищалого христианского людо. Часто мне приходилось по целым ночам об этом глубоко скорбеть и тосковать душой, я ведь всем своим существом чувствовал, что в этом крестном ходе я дерзко прогневляю Бога и без всякой жалости ко Христу втаптываю Его в грязь. Тяжело мне было на душе. Не раз рыдая, я спрашивал себя, зачем я сделался таким величайшим грешником, зачем я отверг от себя Христа, зачем я по имени христианин, священнослужитель церкви Христовой, а по своей внутренней жизни я предатель и измене к Христу. Зачем и почему я по своему внутреннему интимному состоянию не живу свято? О, как я ненавижу себя! Особенно я ужасно ненавижу, да слез ненавижу свою голову, свои мозги, эти дьявольские испорченные мозги, ненавижу я их за то, что из них точно из гнилого болота всегда выползают всякого рода самые страшные мысли, эти присмыкающиеся, точно лягушки, гадюки, змеи и вся болотная нечисть, которые своим кваканьем, гадким змейным шипением и дьявольским свистом создают во мне в моей жизни только одно умовое языческое христианство, умовую христианскую жизнь, всегда враждебную Христу, которая по своему существу есть одна голая антихристовщина и больше ничего. И куда же я перенес это христианство? В душу? В сердце? В волю? Увы, его во мне нет, а если оно появляется время от времени, то исключительно только в одной голове. О, как я ненавижу это головное современное христианство! Оно для меня мерзость и запустение! Мне же нужно волевое христианство! И только волевое! О, если бы я жил волевым христианством, которое есть практическое уничтожение зла, и живое чистое творчество, бескорыстного святого добра! Тогда бы я не был таким богохульником и ругателем Христа! А теперь? Теперь же я палач Христа! Палач в священническом христианском облачении! И отъявленный Христопродавец! Так я размышлял о себе, и вопрос за вопросом возникали в моей душе, и на все эти вопросы я отвечал лишь одними печальными слезами отчаяния. Сердце же мое сжималось от них, но воля моя была мертва. Она не могла реагировать на них послушанием воли Христовой. В это время моему воображению принеслась вся нынешняя святыня, чудотворные иконы, мощи святых, все таинства церкви. И когда вся эта святыня принеслась моему воображению, то мне стало жаль ее. Жаль мне было ее потому, что она, эта святыня, повсеместно подвергалась и доселе подвергается поруганию и позорной торговле. Всюду, где только находится та или иная христианская святыня, там непременно открывается рынок торговли этой святыней, и там же находится целая стая всякого рода глашатая и крикунов, которые за большие деньги приглашают людей покупать эту святыню. В настоящее же время христианская святыня ни в каком случае не может быть святыней, если она для духовного венства не творит золотого чуда. И я не раз спрашивал себя, почему бы не освободить весь христианский мир от всяких религиозно-церковных податей и денежных оброков за его христианские отношения к Христу. Почему бы не служить молебны, панихиды и не совершать все таинства в церкви бесплатно, даром? О, как бы было тогда хорошо, тепло, легко и светло на совести всякого священнослужителя, с каким бы сердечным восторгом и искренним благоговением христиане, особенно бедные, рабочие христиане, смотрели на священнослужителей алтаря Христова. Тогда христианская религия более имела бы доступ сердца людей, тогда совесть евангельской истины свободнее проникала бы в самые затаенные уголки человеческой души, тогда и Христос был бы живым действительным Богом в сердце духовенства, а не предметом их постыдной торговли. О, если бы и мое сердце отторгнул Христос от этого идолопоклонства, этого страшного мамоны, который некогда одного из двенадцати учеников Христовых оторвало спасителя и довел до самоубийства. В Исане же иеромонаха я четыре года ходил в крестном ходе, и за все эти четыре года мне приходилось много, много ночей не спать, и мысли, тяжелые мысли сгоняли сон с моих очей. Я по целым ночам размышлял тогда о многом. Расмышлял я о том, почему я не живу по Евангелию, почему я самоотреченно не иду за Христом, почему я скорее подчиняюсь земной власти, земному начальству, чем Христу, Сыну Божию. Почему моя воля более покорна миру, чем своему живому Творцу Богу? Почему я не могу быть истинным христианином, Сыном Божиим, по своему внутреннему богосыновнему влечению к Богу? И часто в такие бессонные страдаческие ночи я рыдал как ребенок. Прежде всего мне было очень жаль и очень жаль самого его святого Евангелия, жаль и всей христианской религии, со всей ее внутреннею и внешнею святынею. Потому мне их было жаль, что они совершенно отвергнуты христианским миром и отвергнуты окончательно. И мне становилось страшно. Как лично за себя, так и за весь современный христианский мир. Да, страшно. Современное христианство оторвано от живого Христа. Оно погружено в царство беспросветного зла. Это беспросветное зло и есть моя атмосфера, моя личная жизнь. С тяжелой грустью размышляя о господстве зла в мире, а больше всего лично в самом себе, я с глубокой тоской вспоминал мое чистое религиозное детство. О, мое светлое детство! Тогда я любил своего Господа, молился Ему в поле, молился в лесу, молился во рвах, на высотах гор, молился по целым ночам, молился со слезами, с живой верой в Него, молился с горящей пламенной молитвой к своему сладчайшему Иисусу. О, как я Ему молился тогда, теперь же, когда я достиг совершеннолетия, принял монашество, сделался священнослужителем, проповедником глагола Божия, вершителем тайн Христовых, то с этого времени прежняя моя молитва меня оставила, она улетучилась, испарилась из моего сердца. Прежние мои леса, высокие горы, глубокие рвы, дивные поля, уединенные места, алтари, алтари моей пламенной молитвы к живому, воскресшему моему Христу, сменились обыкновенным церковным храмом, а уединенные мои молитвы под открытым небом также сменились книжной многословно-языческой молитвой. Прежде, с воздетыми к небесам руками, я горел огненной любовью к Богу, а теперь руки мои связаны четкими моего мертвого монашества, и сердце моё застыло холодным, бездушным, современным христианством. Помню, как я в самом детстве всегда носил при себе святое Евангелие, и часто, очень часто, я садился где-нибудь в укромном, уединенном местечке, и раскрывая страницу, за страницу эту священнейшую божественную книгу, по целым дням упивался словами моего сладчайшего Иисуса. Бывали даже такие дни, когда многие страницы сей святой книги пропитывались моими сладкими, радостно восторженными слезами. О, как тогда было хорошо! Бывало, где-нибудь сидишь в поле на каком-нибудь кургане, в лесу на полянке, и там при пасхальном торжественном ритмическом пении жаворонка или при мистическом пении соловья и в других дивных певущих пернатых раскроешь Святой Евангелие и начнешь слово за словом поглощать внутрь души своей и в это время чувствуешь, как слова Святого Евангелия словно капли чудесной животворной влаги падают в твое жаждущее сердце. Внося в него жизнь и радость. О, как тогда сладко! Сладко было мне на душе! А теперь вместо Евангелия я стал читать и изучать греческих, немецких и индийских философов. Читая и изучая их, я чувствовал, что все эти философы представляют из себя самых надменных, самых гордых пустословесников. И вот, когда я читал и по несколько раз перечитывал Канта, Гегеля, Фихти, Шеллинга, Шопенгауэра, Гартмана, Ницше, Вунта, Дицгена, Конта, Маха, Авинариуса, Спинозу, Декарта, Лейбница, Спенсера, Платона, Аристотеля, Плотина, Вивикананду, Рамачараку, Абихаданду и других, я вынес о них самое тяжелое и самое омерзительное мнение. Прежде всего, все они до белого коленя или пантеисты, или желчные фанатики, озлобленные против личного христианского Бога. Вся цель философского творчества была направлена на то, чтобы тем или иным путем как можно скорее похоронить христианского живого Бога и на место его объявить Богом природу. К этим философам примыкает и целый ряд других отрицателей христианского Бога. Это неабуддисты, гнило-мысленники, душевнобольные теософы, алчущие и жаждущие без Христа быть Христами, без живого Бога быть Богами. Они несравненно больше, чем философы, отличаются крайне отвлеченной болтовней и необыкновенной легкомысленностью. За этими философами целый лагерь европейских ученых, кое свою хрупкую богиню науку противоставляют христианскому Богу и кичатся и гордятся ею, как точно какой-нибудь действительной самой божественной сущностью. «Вся эта плеяда, весь этот хоровод отрицателей живого христианского Бога вели меня за собой в страшные дебри ужасного религиозного шатания. Не скрываю, все эти отрицатели живого христианского Бога с необыкновенно подавляющей силой влияли на меня. Из них больше других влиял на меня вунд. после чтения его я несколько дней подряд чувствовал себя совершенно язычником. Но при всем таком сильном на меня влиянии он очень быстро испарялся из моих мозгов. Происходило это потому, что после его чтения во мне сразу поднимался против него внутренний духовный бунт. И я как бы невольно снова вспоминал Христа. И моя рука сама инстинктивно тянулась в это время за Евангелием. После нескольких чтений этой небесной книги я снова успокаивался душой и снова становился на сторону Христа. христа. Продолжение следует...